После конференции блокчейна, которая организовала Distributed Lab, мы пошли на Hackathon, посвященном блокчейну и технологиям децентрализации. Там мы решили выбрать себе тему, связанную с mesh-сетями, ну и, собственно, выиграли. У нас было пятеро людей. Нельзя сказать, что все мы работаем в сфере блокчейна непосредственно, но около ней это мы, это люди из компании Acronym Systems и один представитель Pandora Blockchain. Мы хотели создать mesh-сеть с инсентивизацией, собственно, для мотивации пользователей включаться в эту сеть. Изначально необходимо рассказать для понимания, что такое mesh-сети. Mesh-сети — это такая топология сети, ее называют часто ячеечной, в которой каждый, кто не пользуется, может выступать в роли коммутатора. По факту, каждый, кто пользуется интернетом, является и DNS-провайдером, и коммутатором, и маршрутизатором интернет-трафика. Свойство таких сетей позволяет тебе любым способом, любой технологией, будь то Wi-Fi, Bluetooth, проводной интернет, передавать данные, и, собственно, каждый из юзеров, который подключается, будет распространять эту сеть дальше. Чем-то это похоже на биткоин-ноду, которая пытается сообщиться с другими биткоин-нодами, так здесь каждый пользователь по факту является и передатчиком. Для чего это нужно? Ну, в первую очередь, это позволяет немного перевернуть представление об интернете. Если сейчас очень важную роль отыгрывают провайдеры, те, к которым мы подключаемся, к которым мы платим деньги за предоставление интернета, в этой истории все поменяется, и теперь каждый сможет стать как провайдером, так и потребителем этого интернета. Чем эта технология интересна? Тем, что данные шифруются, то есть, если сейчас, например, у нас провайдеры могут принять наш пакет, его разобрать по частям и посмотреть, что там внутри происходит, то в Mesh-сетях твой пакет, который отправлен на определенный адрес, невозможно открыть другим пользователям. Почему? Его можно только передать дальше. Почему так происходит? Потому что у каждой ноды в сети есть свой приватный ключ, есть свой пароль, которым она может отпирать эти пакеты. То есть, даже есть такая вероятность, что, например, каждому устройству в сети дается свой IP-адрес, и всего этих адресов 10 в 36 степени может быть сгенерено в этой сети. Но, допустим, допустим так, что у нас случилось, что у двух ребят одинаковые IP-адреса, но, например, разные приватные ключи, то этот пакет придет обоим адресам, но один адрес сможет отпереть этот пакет, которому он назначался, а второй IP-адрес его отбросит, потому что пакет зашифрован не тем ключом, который нужен. И поэтому безопасность этой сети возрастает, и, естественно, никто, кроме конечного пользователя, ну, тебя и конечного тому, кому ты передавал, не сможет открыть твой пакет. Естественно, не сможет посмотреть, какие данные ты передал. Поэтому безопасность этой сети на порядок выше, чем нашего обычного интернета. Здесь нет генерации адресов, как, например, у нас есть Wi-Fi, да, он смотрит в основной интернет, и внутри Wi-Fi тебе по DHCP присваивается какой-то IP-адрес. Здесь такого нет. Здесь используется, например, если брать протокол CGDNS, здесь используются служебные IP-В6-адреса, которые начинаются с FC в начале, и эти IP-адреса генерятся на основе твоей сетевой карты, то есть, которая находится в твоем устройстве. Ключевой особенностью является то, что доменное имя является не просто доменным именем, которое улучшает и упрещает маршрутизацию для обычных людей. Его мы можем привязать также к аккаунту в блокчейне. Что это значит? Это значит то, что на это доменное имя вы сможете переводить средства. Представьте, это в принципе в будущем может изменить понятие электронной коммерции. Вы заходите на сайт, на сайт ICO или просто на какой-то интернет-магазин, и вы знаете, что если вы переведете деньги на доменное имя этого сайта, вы переведете эти деньги конкретно туда, не на какие-то отдельные адреса. Зломышленники не могут подменить этот адрес. Этот адрес будет просто закреплен за конкретным физическим лицом, и это в принципе меняет структуру интернета. Эти сети, они связаны между собой, поэтому пинг данной сети намного меньше, чем у тех же интернет-провайдеров за счет того, что твой пакет не разбирается на каждом этапе, когда ты его отправляешь. Он не разбирается, не смотрится теми людьми, которые хотят. Их невозможно перехватить. То есть есть люди, которые, например, почему тяжело пользоваться сейчас открытыми Wi-Fi сетями? Потому что может прийти человек, сесть рядом, подключиться к этой Wi-Fi сети и перехватывать твои пакеты, которые ты отправляешь. Та же авторизация. Что не рекомендуют делать с открытыми Wi-Fi сетями? Оплачивать с помощью банковских карт, входить на сайты, потому что это все может перехватиться другим человеком в этой же открытой Wi-Fi сети. Перехватиться пакет, и с помощью этого пакета человек сможет авторизоваться от вашего имени или оплатить с помощью вашей карты какие-то свои услуги. Победа на Хаттоне — это не то, над чем мы хотим остановиться. Мы бы хотели протестировать и, собственно, обкатать наш проект дальше. И за площадкой, где мы можем это сделать, не пришлось далеко ходить. Так получилось, что наша команда на большую часть состоит из КПИшников. И там есть такая проблема, как монополия провайдера, очень плохая сеть интернета, плохой аптайм, в принципе, очень огромные жалобы и очень специфическая раздача интернета. Собственно, из-за всех этих ограничений провайдера местного, который является единственным возможным для КПИшников, многие студенты уже прошили свои роутеры для удобной нам среды, то есть OpenVRT, и нам непосредственно не нужно будет особо шаманить, чтобы удовлетворить их запросы, скажем так. Таким образом, мы как бы, во-первых, тестируем наш продукт, мы, причем на достаточно большом количестве пользователей, и при этом решаем одну из самых больших проблем, которые, ну вернее, несколько проблем, над которыми мы хотели бы бороться. Это монополия и, в принципе, улучшение сети как таковой. На презентации мы поднимали все так же два компьютера, подключались к ноде, и мы удачно захостили сайт на одном из компьютеров в Мэш-сети. И с помощью другого компьютера мы смогли на него заходить, смогли просматривать его и, собственно, работать с сайтом. Также, например, в тех же Мэш-сетях на данный момент уже работает файлообменник, есть аналогы рут-трекера на Мэш-сети, полностью сайт рут-трекера, но он лежит в Мэш-сети. Есть полурабочие поисковики, но мы на них не смогли зайти, потому что, скорее всего, оно долежало. Мы хотим реализовать так в будущем в сети, чтобы эти сайты хостились на нескольких ресурсах одновременно, то есть у людей была мотивация хранить бэкапы сайтов на своих определенных устройствах. И если, например, основной сайт ложится, у него есть какой-то запасной IP-адрес, на который тоже можно обратиться, и этот сайт будет тоже работать. Это тоже будет мотивировать людей, люди будут получать за это вознаграждение и, собственно, развивать сеть таким образом. Вот здесь на экране видно, что мы подключились к Мэш-сети. Здесь в консоли отображается пинг. Я пингую его ноду. То есть у нас есть две ноды в Мэш-сети. Мы подключили более законодательные ноды, и мы можем друг друга пинговать. На этом графе, этот граф отображает глобальную Мэш-сеть, которая сейчас есть. Мы здесь видим, что есть ноды, которые имеют много пиров, и они своего рода выступают хабами в Мэш-сети. В принципе, хабом может быть кто угодно, если к этой ноде подключено много людей. Также мы видим, что есть ноды, которые никому не законнекчены. Они просто висят. Таким образом, эта сеть децентрализирована. Она строится сама по себе. И это очень похоже на то, что мы имеем в мире блокчейна и криптовалют. То есть, если мы, например, посмотрим граф полных нод биткоина, или граф Lightning Network, мы увидим очень похожую штуку. В чем здесь прикол? Мэш-сети — это очень ранний интернет. Они не развиты еще. И поэтому это позволяет построить тот интернет, о котором все мечтали. То есть, интернет, в котором нет цензуры, интернет, в котором нет монополизации провайдеров, интернет, в котором ничего не блокируется, интернет, в котором мы можем на самом глубоком уровне, то есть, так как, например, в TCP, IP протоколе и так далее, мы можем зашить все, что угодно. В этом интернете мы можем зашить нецензурированные транзакции чего-либо, нецензурированную передачу данных и так далее. То есть, можно построить интернет с нуля. И это очень круто. Проблема в том, что интернет уже есть. И большинство людей не будет иметь мотивации переключаться с глобального интернета в мэш-сети, потому что, во-первых, это сложно. Во-вторых, те проблемы, которые есть в нынешнем интернете, большинство людей, они не интересуют. Большинству людей все равно, что их пакеты перехватываются, что их данные доступны везде, их не интересует цензура и так далее. Здесь мы можем построить все эти вещи, которые будут идти из коробки, децентрализация, отсутствие цензуры и так далее. В принципе, то, что пытаются построить мир блокчейна, но мир блокчейна, это, скажем так, частный случай того, что можно построить на основе мэш-сетей. То есть, мы можем зашить на самом глубоком уровне в мэш-сети Lightning Network, например. То есть, ты подключаешься к интернету и сразу получаешь ноду Lightning Network. И это очень круто. То есть, тебе не нужно все эти вещи делать сначала каждый раз. Не надо поднимать полные ноды биткоина, например, не надо поднимать ноду отдельно Lightning Network, не надо, допустим, поднимать ноды эфира для смарт-контракта и так далее. Это все может идти из коробки. То есть, можно построить универсальную сеть для обмена чего-либо между людьми, нецензурируемую, защищенную приватными публичными ключами и так далее. Нам абсолютно не важно, какой метод будет передача связи. Он не ограничивается никакими физическими свойствами. Будь то мы придумаем в будущем интернет на каких-то квантовых частицах. Не важно. Мэш-сеть это всего лишь протокол, который ты можешь с любым типом передачи данных подключиться. И над пустыней Сахарой можно будет распространить интернет не только бегающими Wi-Fi роутерами, но и собственно запустить спутник, который будет покрывать Сахару просто потому, что тебе это выгодно. Потому что ты хочешь раздавать там интернет, потому что ты хочешь, чтобы пользователи этим пользовались, потому что ты хочешь получить награду. Есть любое криптографическое хеширование, как ШАД, 256 или Скрипт. Не важно, какое мы возьмем. И есть такие параметры у тебя, как количество нод вокруг, количество пиров, которые подключены к твоей мэш-сети. Есть такое понятие, как ширина канала, ну или скорость твоего интернета. Также есть такое, как пинг, то есть быстродействие, там, общение с другими нодами. Собственно, их нужно объединить в одно выражение, которое увеличивало или уменьшало награду за майнинг, Proof of Work. Собственно, в этом ключе пользователю будет недостаточно просто запустить какое-то приложение, которое будет заниматься обсчетами. Ему важно обеспечить еще и стабильную передачу канала. Он по факту становится таким локальным провайдером. Инсентивизация позволяет каждого участника мотивировать поднимать ноды сети, мотивировать раздавать интернет, мотивировать, чтобы к нему подключалось больше людей и делать это бесплатно или условно бесплатно. Таким образом мы можем покрыть территории, которые сейчас без интернета по разным причинам. Либо это запретило правительство или какой-то надзирающий орган, ну или же они просто труднодоступны. В этой же ситуации тебе не потребуется разрешение, провайдер или какая-то централизированная структура, которая тебе в этом поможет. Ты сам можешь вершить свою судьбу и помочь в распространении интернета на этой территории.